На этом льду ребята, которые всегда готовы вступить в гонку. Скорость, реакция, дисциплина и бесконечное движение вперед. Вот что удерживает спортсменов в этом виде спорта. На Кубани шорт-трек считается динамично развивающимся. В нынешних соревнованиях, первенстве Краснодарского края и одновременно города Сочи участвуют 50 человек. Здесь они могут получить путевку на всероссийские соревнования. Первые четыре девочки и четыре юноши поедут на соревнования, где будут бороться с Москвой, с Подмосковьем, с Рыбинском. У них будет отбор на финал первенства России. Есть за что бороться. Ребята на Кубани по мне очень перспективные. И характер у здешних ребят и у девочек, я бы сказал, нисколько не уступает сибирским характерам, которые у нас по всей России всегда. Вот сибирский характер. Вы пообщайтесь и посмотрите, как участвуют в соревнованиях в Южане, тогда будет видно. Популярность шорт-трека пока не так высока, признаются сами тренеры. Тот бум, который начался в крае после Сочинской Олимпиады, немного спал. Многие просто не понимают этот вид спорта. На самом же деле шорт-трек не просто бег на коньках, но и тактическая борьба. Здесь нужно не только рассчитывать силы на дистанцию, но и предугадывать планы соперников. Необходимо сохранять холодную голову, несмотря на то, что это гонки. Скорость, мотивация, драйв-кап – это очень интересно. В нашем виде спорта очень сложно удерживать себя на коньках, позицию свою. Надо за каждую секунду бороться. Мне подходит этот вид спорта, потому что я не люблю, когда танцуют. Мне нравятся именно жесткие виды спорта, когда можно побежать или показать свой характер. Есть некий азарт, обгона, потом лед, опять же, такая опасность есть какая-то, но это завлекает. В Сочи есть все, есть лед, оборудование для стартов, для всего. Все условия есть для достижения высоких целей. Высокие достижения – это и есть главная цель тренера в Центре олимпийской подготовки Краснодарского края. И на Сочи – большие ставки. Город-курорт – один из двух муниципалитетов края, где культивируется этот вид спорта. У нас есть сборная Краснодарского края, которая формируется из детей сочинских и армавирских. В других городах пока что нет у нас команд. И очень хорошо, что у этих детей есть возможность проявлять себя в олимпийском виде спорта и также составлять хорошую конкуренцию на российском уровне. Мы очень надеемся, что мы все-таки в этом году приблизимся к своей мечте и совместными усилиями нашего края пополним сборную России нашими спортсменами. Первенство края и города Сочи – это не только шанс представлять край на всероссийском уровне, но и возможность получить или повысить разряд, улучшить свои показатели. А еще почувствовать олимпийский дух борьбы, который до сих пор привлекает спортсменов в город Сочи. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.